Холодная вода испытания, пришел теперь медными трубами. У него нет паутины, как у человека-паука. Ему всего 9 лет, но о нем уже знает весь район, край, да что там вся страна. В конце сентября Егор Усольцев вытащил из холодной воды двух детей. Четырехлетнего мальчика и пятилетнюю девочку. За героический поступок школьнику подарили велосипед и вручили благодарность от краевого МЧС. Я думаю, у педагоги и учителя поддерживают, что вот именно на таких ребятишках и держится наша Россия. А давайте поаплодируем. Село Черемушкино, речка Талица. Все произошло в считанные секунды. Брат и сестра наклонились помыть руки. Поскользнулись и упали в воду. Мальчика стремительно понесло течением. Девочка успела ухватиться за ветку. Взрослых рядом не оказалось. На крики о помощи прибежал 9-летний Егор. Я на колесо встал, а девочка вон там была. Я ее за руку потянул и вытащил. Мальчик просто не с головой плыл. Как ты его выхватил? Вот за плечо так тут тянул. Он без сознания был. Я знал, что он сильно нахлебался в воде. Подоспели взрослые и помогли вытащить ребенка на берег. Татьяна с супругом Иваном оказали первую помощь. Егор где-то, я не понимаю, ну вот метра 4-5 отсюда. Он его уже тащил. Уже подтаскивал его здесь. Вот впрыгнула его, забрала. Мы вот его положили вот сюда. Я его туда положил на берег. И жена ему начала искусственное дыхание делать. А я ему на животе, как у него вода пошла. Девочка отделалась испугом. Мальчик плохо помнит произошедшее. Главное для всех, что дети живые. После случившегося Егор пришел домой и рассказал обо всем маме. Мама спросила, почему ты мокрый, почему я мокрый. Ну, я сказал, что мальчика с девочкой вытащил. Она меня обняла, а потом мы переоделись. Много раз холодной в воде я был. Да и надо же спасти ребенка. Лучше промокнуть, чем человек кани будет. Ну, как он мне сказал, мама, я должен был это сделать. Это вот его слова он мне это сказал. Я сейчас уже сколько, не считай, неделя прошла уже, как бы много разговоров. И все равно я каждый раз-то вспоминаю и комок в горле. Этот ребенок, я не знаю, это Богом данный мне ребенок. Он поздний и трясемся все над ним, как он самый маленький у нас. Благо, в том месте мелко, и ему только по пояс почти. А ведь он мог тоже утонуть следом за этим мальчиком. За последние несколько лет на речке Талица, говорят местные, утонуло больше пяти человек. Может быть, счастливый и одновременно страшный случай в селе Черемушкино напомнит всем нам, что за детьми у воды нужен глаз да глаз. Ведь Егора у Сольцева рядом может и не оказаться. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.